привет добро пожаловать на мой канал я сегодня в красненьком это значит у меня новогоднее настроение как я вам в прошлом видео советовала для поднятия хорошего настроения что-нибудь красненькое одеть в преддверии нового года всегда хочется подумать чем можно заняться на выходных потому что в связи с нашей обстановкой вряд ли у нас удастся возможность походить по прям глобальным мероприятиям и вот подумала и решила озвучить несколько занятий которые не дадут заскучать новогодние праздники а вы пока поставьте лайк подпишитесь и слышите мои идеи и сегодня вспомнила одна подружка она писала дневник и вот прямо каждый день записывала не знаю может быть она надеялась что кто-нибудь когда-нибудь прочтет или не прочтет хотя сами знаете много случаев когда очень даже интересные мысли были найдены прочтены и напечатаны и даже вот когда записываешь свои мысли а потом читаешь их через какое-то время там через год через два очень во первых интересно их прочесть что ты там думал о чем что я тебя беспокоило может быть то время и и спустя там сколько-то лет ты читаешь эти мысли и думаешь вот интересно как чё я там думал у меня кстати тоже такие записи есть двух трех пяти годичной давности когда мне интересно было вот просто вот записывать мысли идешь иногда вот посетила мысли какая-то вот прям развернутая и ручка с собой блокнот записала и потом спустя какое-то время я читала их мне было вот как-то за душу брало это было так приятно интересно и отсюда у меня первая такая хорошая идея это попробуйте начать вести личный дневник ведь это интересно даже не в плане того что кто-то когда-нибудь прочтет или когда-то кто-то там напечатает не может быть вам просто будет интересно полистать странички прочесть несколько лет спустя свои мысли а особенно если вы записывали какое-то событие из жизни под впечатлением же безусловно это писали вам наверняка будет интересно прочитать это спустя какое-то время год два три десять это как старые фотографии тоже смотришь и вспоминаешь а здесь так и тут так вот приятные такие мысли воспоминания будут навевать также так как скорее всего все будем сидеть дома вот самое мне кажется идеальная лучшая идея это начать читать книги вообще мне кажется такой хороший вариант были сейчас такие сервисы хорошие там где-то можно читать читать потом слушать слушать и так далее то есть в этом плане я считаю мы хорошо продвинулись вперед и многие люди да теперь не ходят с бумажными книжками в электронном виде читать но все же читает поэтому если вы еще как-то не были настроены на это но понимаете что новогодние праздники мы скорее всего проведем дома я думаю неплохая была бы идея прочесть пару-тройку книг и не обязательно же читать там классическую литературу какой-нибудь я например длительное достаточное количество времени любила читать книги сериалами вот мне просто жутко нравились серия чтобы несколько несколько там три четыре пять я любила растягивать удовольствие потому что одну книгу прочтешь это все начало конец а несколько это все ты думаешь что там что там дальше прочитав однажды трилогию кодекс люцифера назывался книги были безусловно там в чем-то фантастические но мне нравилось что там было хорошее переплетение именно легенд про чехию про прагу и про карлов мост и вот какой-то фантазии автором и это все так меня впечатлило что одна из долгих поездок которые там прям вот туром по европе я поехала как раз после прочтения этих книг мне так захотелось посмотреть что это за такой город про что там за карлов мост такая красивая легенда это хотелось посмотреть пройтись увидеть я просто была безумного впечатления и я съездила посмотрела мне так понравилась эта поездка поэтому моя такая даже не столько идея или лайфхак а сколько совет начните читать книги и если в них еще присутствует какая-то легенда о той или иной местности это вообще впечатляет это так берет за душу и наверняка вы потом после всего этого захотите съездите посмотреть как это все на деле было составьте свой список любимых книг и потом рекомендуйте друзьям я вас уверяю вам понравится а еще если у вас будет возможности находиться за городом обязательно поиграйте в снежки ведь зима без снега это просто не зима я в каждом видео страдаю потому что хочу увидеть снег настоящий который прям сугробом хрустит блистает на свету соберите компанию друзей но если у вас есть дети у вас это неизбежно и идите играть в снежки а еще никогда не поздно сделать доброе дело ведь кому-то помочь или устроить праздник кому потому что один из лучших способов подарить праздник это устроить его кому-то другому мы конечно мало кто из нас в состоянии жертвовать большие какие-то суммы или что-то но всегда есть возможность собрать вещи книги то что вам кажется уже не очень нужным но еще хорошее и просто отдать это тому кто нуждается в этом и хоть по стране будет скорее всего жесткое ограничение передвижения всегда можно просто собраться семьей и поехать на горку в леса на природу жарить шашлыки если у вас есть дача вам вообще повезло тому можно куда-то собраться семьей и съездить это ведь новогодние праздники это праздники для семьи также не забывайте радовать себя и своих близких лакомствами я вообще считал хоть это и относятся чаще всего там вот и радуешься как ребенок да взрослые тоже любят сладости какие-то вкусняшки вкусные печеньки какие-то шоколадки ммд всякие да все что угодно почему нет это тоже классно поэтому обязательно а не забудьте полакомиться сами ну и угостить друзей только друзей а еще я считаю новогодние выходные можно устроить генеральную уборку не то чтобы мыть окна и затирать прошлогоднюю пыль а вот просто провести инвентаризацию и избавиться от ненужных вещей потому что даже выражение есть да новый год новая жизнь здесь стоит тащить прошлогодний хлам в этот год и все такое а почему бы как раз в один из дней и не заняться тем чтобы просто избавить себя от старых вещей а еще выходные это все-таки больше свободного времени а значит что значит можно заняться своим хобби посмотреть может быть что-то вам было давно по душе и вы давно хотели этим заняться вот пожалуйста будут выходные попробуйте заняться мало ли что он там нравилось рисовать описать я может быть статьи какие-то или шить может быть любите вот пожалуйста будет возможность какой-то вечерок как раз и проверить а действительно ли вам это нравится может быть вы просто сильно хотели а на деле вроде бы как бы нет это не моё не хочу больше этим заниматься ведь такое тоже может быть вот как раз посмотрите либо получится у вас заняться своим хобби или может быть как раз поймете что ну все я зря мечтал это не моё и можно кстати побыть деда морозом и в своем доме положить в почтовые ящики мелкие презенты почему бы и нет может быть у вас такое настроение не забудьте кстати про список дел перед новым годом вы его составили а год уже начался и значит с нового года выходные вполне себе пора заняться тем чтобы ставить галочки и обозначать тем самым что это вы уже сделали или почти сделали то наметили мне кажется на новогодние выходные очень будет интересно просто взять достать старые фотоальбомы и всей семьей полистать посмотреть старые фотографии может быть социальных сетях у вас там остались там тоже 50 лет недавности но это же так интересно посидеть повспоминать посмотреть какой вы были как же это интересно было какие друзья какие люди вас окружали мне кажется это так по уютному по домашнему может быть фотоальбомы у кого-то остались это тоже классно вот фотоальбомы я старый вообще обожаю разглядывать бабушек всяких дедушек там и так далее родственников себя карапузом мне кажется это классно не забудьте также все-таки пересмотреть все новогодние фильмы у вас будет достаточно как раз времени для этого и мне кажется это так классно посмотреть побыть тюленькой подержать похрумкать вкусняшки просто посмотреть и мне кажется это здорово а еще мне кажется классно мечтать взять посмотреть чьи нибудь блоги или просто видео про путешествие и для себя поискать какое-то интересное место наметь куда бы вы хотели съездить какую бы страну или место красиво хотели бы посетить ведь это как минимум интересно сидеть мечтать и может быть это когда-нибудь будет явью вы сможете приехать в то место которое мечта прогуляться посмотреть что вокруг ведь все ожидания иногда тоже приятное и конечно мы будем все лениться конечно мы будем больше есть тогда еще попробуйте подготовить например кофе по рецептам разных стран если укатить никуда не получается не беда можно просто научиться готовить кофе по рецепту разных стран тем самым вам и без путешествий станет немножко теплее а для креативных людей можно сделать например кормушку для птиц также не стоит забывать братьях наших меньше у нас вот рядом есть парк и прогуливаясь я часто вижу разные кормушки какие-то вот покупные более таки качественно сделаны какие-то простые из коробок но их там достаточно много и везде есть еда для птиц такие молодцы так приятно когда мимо проходишь видишь эти кормушки для птичек попробуйте тоже может быть у вас получится красиво вам понравится повесите на дерево если у вас дерево рядом с домом это вообще здорово будете видеть птичек за окном также мне кажется выходные время как раз для того чтобы поучиться чему-то новому вот если хобби у вас не получится вы всегда сможете попробовать поучиться чему-то еще новому может быть попробовать получить язык курсов онлайн великое множество может быть что-то вы хотели делать своими руками и как раз опять же благодаря там youtube курсом а у вас может быть что-то получится а может быть поймете что это опять же повторюсь не ваш заодно с чистой душой будете понимать ладно не мое все не получилось это тоже здорово не будете мечтать просто так о чем-то заоблачном которое вам в итоге и не нравится или в кажется классно вот играть настольные игры вот у кого есть настольные игры мне кажется это вообще здорово помни раньше у нас была игра покер вообще-то классно она так затягивала приходили друзья и мы всегда сначала как бы думали что будем играть просто так но просто так неинтересно мы играли по 100 рублей всегда сбрасывали с человека домашние игры мне кажется вообще здорово если есть еще какая-то небольшая мотивация маленькая о это все супер классно ну и думаю напоследок мой такой лайфхак тоже займитесь чем-то неожиданным для себя как раз тот вариант когда нужно выйти из зоны комфорта почему нет что может быть вы уверены что не умеете вкусно готовить или красиво рисовать а вы пробовали это если не пробовали попробуйте самое время и помните что терпение и труд могут горы свернуть а вас появится лишний повод гордиться собой ну что вы такие вот у меня идеи для ваших выходных новогодних а может быть кому-то будет близка какая-то идея можете написать в комментариях я буду рада почитать об этом думаю все пока